Иснение по закону, по аллаке, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем изучать цикл уроков «Жизнь по Торе». И сейчас мы поговорим о заповеди, которая очень важная, она тоже относится, связанная с заповедью «Возлюбив ближнего, как себя». Это заповедь «Запрет». Запрет говорить сплетни, говорит злоязычие, запрет мстить и запрет быть злопамятным. Это все разные запреты, то есть, когда ты, воздерживаясь от всех этих четырех неправильных действий, ты выполняешь четыре заповеди Всевышнего и получаешь за это невероятную награду. Расскажу по-простому, как это работает. Сплетни – это когда я услышал от кого-то какую-то неприятную историю про других людей, и я эту историю переношу и рассказываю ее своему окружению. Это ужасное качество. Почему сплетни – ужасное качество? Потому что с такими людьми, которые разносят сплетни, потом опасаются общаться. То есть, если говорить по-простому, то сплетники эти – это как люди, которые переносят разные неприятные остатки, неприятные запахи. Такие они неприятные люди, которые говорят неприятные злые вещи. Это сплетники. Значит, сплетников иногда убивают, потому что, если он посплетничал не о том, о ком надо, то их могут даже убить, да? То есть, сплетни – они очень обижают людей. И есть статистика, которая говорит, что сплетни – они обычно переносятся и доходят до того, о ком были сплетни. То есть, помимо того, что Бог запретил, вернее, не так, следствием того, что Бог запретил сплетни, есть запрет сплетни, то все то зло, которое приходит от сплетен и на сплетников – это следствие нарушения запрета от Всевышнего. Злоязычие – это когда человек говорит позорящие вещи о другом человеке, даже если это правда. Именно если это правда, нельзя никого обижать, нельзя не говорить неприятные вещи о ком-то. Например, если один человек другому говорит, ну, у тебя и рожа сегодня, то он нарушает запрет говорить злоязычие. Даже если у второго рожа распухшая и в плечах, нельзя сказать это человеку, что рожа-то у тебя распухшая и в плечах. Это конкретно запрет истории, которая называется злоязычие. У тебя злой язык, ты принес зло другому человеку, и это зло возвращается, это тоже понятно и очевидно. Теперь, менее понятное и очевидное – это запрет на месть. Месть, казалось бы, почему я не могу отомсти другому человеку за то, что он сделал мне плохо. Приводится классический пример, когда один другому человеку попросил у него, займи мне топор, тот ему не занял, потом пришел просить у него пилу, тот ему говорит, смотри, я тебе пилу не дам, потому что ты мне не дал топор. Это месть, это месть классическая месть. Почему она запрещена, почему Всевышний сказал, что это запрещено. Я расскажу вам одну историю, бытовая, бытовая история, приведенная в Талмуде, в котором один из великих мудрецов, у него стисло 400 бочонков вина. Он готовил вино на продажу, сделал вино, оно стисло. Он говорит другим мудрецам, говорит, не понимаю, говорит, почему у меня вино-то стисло. Они ему говорят, проверь свои дела, проверь свои дела, возможно, что-то ты где-то не так сделал. Он говорит, вы что меня в чем-то подозреваете? Вы подозреваете, что я сделал кому-то зло какое-то, я причинил. Они ему говорят, а ты что, подозреваешь Всевышнего, что он делает суд без причины, что просто так ты думаешь, оно стисло у тебя? Он еще раз подумал, а он был мудрец, который остерегался делать кому-либо зло, говорить что-то плохое на людей, он очень остерегался, был очень осторожный. И он обдумал еще раз свои действия, говорит, не знаю, говорит, если вы знаете, скажите. Они ему говорят, знаем, у тебя был в прошлом году арендатор одного из твоих полей, и ты этому арендатору, значит, у него забрал часть урожая, которая принадлежала ему. Он говорит, секундочку, мудрец-то был, говорит, этот арендатор в прошлом году у меня украл, мне не доплатил за аренду ту сумму, которую я у него забрал урожаем, в этом году. Мудрецы ему говорят, смотрите, в прошлом году он у тебя украл, это факт, он вор. В этом году ты у него украл, так в этом году ты вор. Тот, кто украл у вора, все равно вор. Тогда он подумал на этот счет и говорит, действительно, я ему возвращаю то, что я у него забрал силой в этом году. Не написано там за прошлый год, пошел ли он в суд для того, чтобы по суду у него забрать то, что тот у него украл в прошлом году. Но именно по суду, если будет доказано, что он забрал, там не написано это в Талмуде. Но написано, что когда он вернул этому арендатору то, что он у него забрал силой, в этот момент вино, которое у него было стисшее, оно же стисло и превратилось в уксус. И в этом году уксуса ни у кого кроме него не было. И он этот уксус продал по цене вина, то есть он не потерял. Он не потерял, потому что все, что мы получаем в этом мире, мы получаем от Бога. И если мы выполняем заповеди Всевышнего, то Бог нам дает благословение. А если не выполняем, то потерять можно на чем угодно. А если не на чем терять финансово, так теряют в здоровье. У Всевышнего есть возможность показать человеку на его ошибке. Теперь тот, кто мстит за что-то, он в этот момент делает зло. Да, у него есть оправдание, ему сделали зло. Но за то, что ему сделали зло, Всевышний взыщет по-любому. А вот будешь ты делать зло или не будешь ты делать зло, это твой выбор. Поэтому Бог сказал не мсти. И еще одну заповедь он дал как помощь. Не будь злопамятным. Он, Всевышний говорит, смотри, ты можешь же меня слушаться. Я верю, что ты умный человек. Ты не будешь говорить сплетни, ты не будешь говорить злоязыче на других людей. Ты не будешь мстить. Но возможно, ты будешь злопамятный. Ты будешь помнить зло, которое сделали тебе. И ты будешь страдать. Всевышний говорит, забудь. Просто забудь. Я разберусь, это мой мир. Все зло будет наказано, не переживай. Все добро будет вознаграждено, не переживай, говорит Всевышний. Не носи в своем сердце зло, забудь. Прошлое в прошлом, его нет. И мало этого, когда ты забудешь зло, которое тебе сделали, тебе станет легче. А я тебе дам за это награду в духовном вечном мире. И в этом мире тоже у тебя будет заповедь, которую ты выполнишь. И тот человек, который сумел не обращать внимания на зло, он стер зло из своей жизни. Он убрал зло. Он не просто оптимист, который видит в сомнительных вещах, он видит добро. Настоящий оптимист, он видит добро во всем. Он видит все, что делает Всевышний. Всевышний делает только для добра. И настоящий оптимист, когда он видит, даже, казалось бы, приходит к нему то, что является очевидным злом, он говорит настоящий оптимист, как Раби Атива, которого разрывали ключами римляне. А он говорил, всю жизнь я об этом мечтал. Написано, и будь готова дать за Бога свою жизнь. Я думал, не представится у меня такая возможность. А вот представилась, повезло, говорил Раби Атива. И сказал он, Шма Исраэль, и вышла его душа. Он был такой позитивный, что во всем, во всем вокруг он видел только позитивную сторону. Известна вещь, когда он и еще два мудреца, Раби Атива и еще два мудреца стояли возле развалин храма. И там, где была святая святых, самое святое место, там были развалины, римляне все это распахали. И там выбегала оттуда лисица. И двое мудрецов стояли и плакали. Раби Атива стоял и смеялся. Они ему говорят, как ты можешь смеяться, что здесь смешного, они ему говорят. Посмотри, место, самое святое место в мире, оно лежит в развалинах, и оттуда выбежала лиса. А он им говорит, смотрите, написано же в пророчествах, что когда вы будете грешить, то я разрушу свой дом и отправлю вас в изгнание. И это сбылось. Дом разрушен. Вот лиса выбегает. Пожалуйста. Значит, он говорит, сбудется и все то хорошее, когда верну я вас из изгнания, соберу я вас в Иерусалиме и будет отстроен третий храм. Он говорит, значит, это сбудется. Я этому смеюсь. Я вижу, что раз это сбылось, значит, это сбудется. Это Раби Атива, он оптимист настоящий такой, прям настоящий-настоящий. Четыре вот этих вот заповеди, которыми грешит очень много людей, если их соблюдать, не мстить, не быть злопамятным, и не передавать сплетни, и не говорить о других людях то зло, которое ты хочешь, что-то неприятное для других людей. Эти четыре заповеди, если ты делаешь, обеспечат тебе идеальные отношения с другими людьми. Люди будут тебя любить, Всевышний будет тебя любить, и будет у тебя все великолепно. Подробности находятся в главе 30-й книге Тесур-Шухан-Рух и Эль Шамла Пентусевич. Он в деталях расскажет, что говорит Тесур-Шухан-Рух. Если ты неделю, хотя бы минимум неделю, по 10-15 минут в день изучишь все эти конкретные Аллахот, законы, и будешь выполнять эти заповеди, то будет у тебя в жизни все великолепно. Живи по Торе, и у тебя будет все великолепно. Всем привет, с вами Эль Шам Пентусевич. Я вам расскажу про аллахическую составляющую заповедей, которую мы будем изучать. Мы сейчас находимся на заповеди «Запрет сплетен злоязычия мести и за тайной злобы». Вот это глава 30-я в Тесур-Шухан-Рух. Это очень интересный закон, что нельзя быть сплетником, нельзя рассказывать плохие вещи про других людей. Давайте начнем. Это глава 30-я, первый пункт. Сказано в Писании, «Не ходи сплетником в народе твоем». Кто такой сплетник? Это тот, кто нагружается сплетнями и ходит от одного к другому, рассказывая, так сказал такой-то, то-то, то-то, слышал я о таком-то. И даже несмотря на то, что он рассказывает правду и нет в его рассказах ничего позорного, этот человек нарушает запрет из стороны. Вот. Что здесь написано? Здесь написано так. Есть люди такие, которые, они знают все обо всех, и они всю эту информацию рассказывают другим, а ты знаешь, что он пошел туда, что он встретился с кем-то там и так далее. И даже, что это не позорит, это не плохие вещи, но не обязательно все рассказывать, да. Есть такая очень мудрая пословица. Не все, что ты видишь, надо рассказывать. Не все, что написано, тоже нужно это пересказывать. Нужно, человек должен фильтровать его слова, его действия и так далее. И так человек, он контролирует себя. Это очень хорошая вещь. Вот. Продолжаем дальше. Кроме этого, есть еще одно преступление, которое многократно хуже предыдущего, о котором говорит тот же самый стих из Торы. И это лошонара. Злоязычие. Перед этим мы говорили про сплетни. Это не обязательно плохие вещи про других. А сейчас мы будем говорить про лошонара. Злоязычие. Вот. Она состоит в том, что человек рассказывает о чем-то позорном для товарища, хотя и говорит правду. Злоязычие – это человек, который берет и рассказывает вещи, которые позорны для другого, своему другу. И так он позорит. Это плохие вещи, да, рассказывает о другом. И это очень плохо. Человек, который, он рассказывает негативные вещи, то он сам становится негативным. И это очень плохо. И это еще хуже быть сплетником, да. Как будто бы злоязычие – это намного хуже. Но это даже, если это настоящая вещь. Иногда люди говорят, а что плохого? Я рассказал правдивую вещь, а не обманывал. Но ответ на это – нет. Еще раз. Кто тебя просил рассказывать плохие вещи про своего друга? Зачем ты ему портишь жизнь? Сейчас другие люди будут думать о нем плохое. Конечно, если это спасти людей от этого человека, допустим, этот человек, он обманывает других, и он мошенник. Это, конечно, можно рассказать своему другу, да, чтобы его остерегить и спасти его. Но если это просто так, я не знаю, это человек, он поскользнулся как-то смешно, и там разбился, и ты смеешься над ним, как будто ой, какой он разгильдяй. Это обижает. Зачем это рассказывать? Вот это запрещено. Но человек лгущий, который он обманывает, он рассказывает про другого вещи, которые не были, уже называется «выводящим дурное имя на товарища». Вот, это есть муци шемра. Это он берет и выводящим дурное имя. Он делает дурное имя своему другу. Это вообще еще хуже. Ты вообще придумал про своего друга какую-то вещь, что он там что-то сделал плохое. А по-настоящему это не так, то это вообще очень ужасная вещь. Это не только ты наполняешься негативом, но и тоже ты обманываешь, наполняешься обманами. И это очень нехорошо. Сейчас мы говорили про то, как нельзя рассказывать, да, говорить, быть активным. А тот, кто слушает рассказы злоязычного, еще хуже, чем он сам. И Всевышний вынес приговор нашим отцам, по которому они должны были все умереть в пустыне, только из-за лошон ара. Он говорит, что человек, который тоже слышит злоязычие, это тоже плохо, да. Потому что ты сам наполняешься тоже негативом, который кто-то рассказывает. Что у нас выходит с этой заповеди? Что, чтобы человек прошел эту жизнь радостно и хорошо, он должен только наполняться позитивом, служить позитивной вещи. Ученые нашли, что, допустим, шутки и радость, оно человека даже вылечивает, делает ему хорошо. Вот это нам то, что Тор говорит. Давайте будем наполняться только позитивом, и так мы пройдем жизнь радостно и счастливо. Давайте вместе будем жить по заповедям Торы, которые они делают, чтобы человек жил дольше и радостнее.